в этом видео уроке мы с вами будем соединять корсет с юбкой свадебные юбки какими бы они ни были они всегда многослойные и я хочу охватить максимум информации максимум того что может вам понадобится в работе при соединении корсетов с юбками сегодня я буду работать с юбками на основе полусолнца самый нижний слой полус самое нижнее полу солнце будет у меня из тофты его я буду пришивать соединять с подкладкой то есть у нас должны быть перед соединением корсета юбки юбка должна быть подготовлена к процессу соединения и подготовлен корсет на корсете должен быть полностью нанесен весь декор который у нас запланирован при условии конечно что это пришивной декор если мы говорим о кружевах должны быть выполнены драпировки если таковые задуманы если у нас запланированы только например кристаллы например на те же кристаллы сваровски значит они должны уже присутствовать один единственный момент если у вас запланировано полностью покрытие кристаллами вашего корсета или корсажа принцип соединения корсажа с юбкой тот же самый значит у вас должно быть расстояние от линии низа корсета не полтора сантиметра не ширина шва а еще ширина лапки так чтобы камешки не мешали прошивать либо лапка специальная единственный момент потом будет единственная сложность которая возникнет после того как вы соедините например полностью покрыты кристаллами и корсет когда уже пришита юбка одеваете ваше платье на манекен и по одному камешку вам надо будет приклеить то есть здесь понадобится либо восковой карандаш для того чтобы приклеивать не термо кристаллы а просто клеевые за счет клея а если вы будете работать с термо кристаллами вам понадобится вакуумный вакуумный аппликатор он присасывает кристалл к себе и вот так вот присосав этот кристалл вы его подносите и и прикрепляете уже непосредственно на корсет может показаться что это дорого но приблизительно он стоит 100 долларов в конечно в разных странах он стоит по-разному значит что дело в том что корсеты покрытые кристаллами сваровски стоят очень очень дорого и работа и затраты на материал поэтому 100 долларов потратить на вакуумный аппликатор это скажем так сущие копейки потому что работа полностью покрытые кристаллы даже у неизвестных мастеров это 1000 долларов 1000 долларов 1000 евро так это что касается кристаллов с подготовки декора этот момент я сказала дальше что у нас еще должно быть нашим корсетим мы можем кроме по деталям номер 8 по основным деталям кроме того что у нас здесь продублирована клеевой линия в куда мы будем втачивать нашу молнию молния кстати может быть уже втачена не доходя несколько сантиметров до линии низа как я показывала по пиротехнологии а молнии может еще и не быть мы можем оставить ее на один из завершающих этапов после того как мы уже соединим частично юбку по верху по низу общем это в процессе работы вы сейчас все увидите а дальше мы можем также продублировать нашу подкладку это тоже зависит от того с какими платьями мы работаем если мы работаем с эконом вариантом то конечно клеевой скорее всего не будет ни здесь не здесь хотя даже если вы работаете с эконом вариантом я рекомендую хотя бы вот по деталям номер восемь все-таки дублировать вот этот вот участок клеевой это не займет очень много времени у вас здесь не будет больших финансовых затрат но у вас будет четкий красивый результат что же касается подкладки то как правило и подкладка гораздо более тоненькая и никто уже не тратит даже вот эти копейки на то чтобы проклеить клеевой здесь но я говорю о самых самых дешевых вариантах вот ну просто мы все разные мы работаем в разных городах на разных этапах нашей профессиональной деятельности мы сталкиваемся с разными коллекциями или единичными вариантами то есть это что-то подешевле что-то подороже я пытаюсь охватить максимум информации максимум вам ее и передать так все что касается корсета все в каких ситуациях мы не наносим декор вот скажем исключительный исключить ситуация исключения это если мы работаем опять таки с тем же эконом вариантом эконом классом и мы не пришиваем например кружева мы их решили приклеить для того чтобы максимально быстро справиться с поставленной задачей вот приклеивать кружева отдельные я имею виду фрагменты отдельные аппликации если у вас запланировано вот это можно стать вообще на самый последний этап после того как уже вы соединили полностью юбку с корсетом по полностью то есть ваше платье готово остается финишный декор отдельными я подчеркиваю отдельными аппликациями всем теперь переходим к подготовке нашей юбки мы выкраиваем все слои какие у нас запланированы независимо от того с каким силуэтом и работаем это прямой силуэт это русалка это платье а силуэта это платье шар мы заготавливаем полностью все что нам нужно для всех наших слоев каждый слой в отдельности и отдельные отдельные фрагменты отдельные элементы отдельные детали детали кроя так мне понадобится эту юбку я хочу обшить полностью оборками вот из такого фатина в горох если вам тоже надо будет делать подобную работу с полу солнцем например с русалкой на последний нижний слой нас настрачиваете оборки чтобы приподнять как можно шире к линии низа ваше платье значит в самом в самом начале работы вы выкраиваете не все полоски а только одну полоску из того фатина который вы будете использовать я уже сделала несколько для себя но я хочу вам объяснить зачем нужен нужна только одна в начале вы исходя из того какую глубину складочки для оборки вы будете закладывать вы определите четкий расход материала на одну оборку исходя из той ширины которая вот вашем материале есть в вашем фатине например только после этого вы докраиваете нужное количество оборок нужное количество фатина для оборок и так выкраиваю одну полоску это обязательно то что нужно выкраиваю полу солнце для нижнего слоя выкраиваю полу солнце для следующего за самым нижним выкраиваю полу солнце из манки с напылением вопрос который может возникнуть все ли слои все ли слои мы краем одинаковой длины как правило если вы просмотрите какое-то количество работ уже готовых возможно вы знакомы с работами различных дизайнеров вы видели разли различные фотографии возможно обращали внимание на детали то есть на линию низа как правило сантиметра на 2 ниже делается самый верхний слой следующий этап по работе соединения корсета с юбкой мы все еще с вами в вопросе подготовки у нас линия верха нашей юбки линия по которой наш корсет будет соединяться меняет свою конфигурацию видите вот если полу солнце я выкроила по заданным параметрам вот она у меня выглядит вот таким вот образом вот я полностью его раскроем наше стандартное полу солнышко половинка круга здесь мы видим половинку круга и по линии низа тоже я складываю пополам как и есть у нас при раскрою все у нас сложено пополам вот у нас наша дуга теперь же она у нас приобрела другую конфигурацию видим да сейчас с этой стороны покажу вот наше полусолнышко вот такое но изначально вот такое оно должно быть у нас для работы как эта линия появляется и почему она вообще здесь появилась наш корсет каждый корсет имеет свои параметры у нас каждый раз может быть перед нами может перед нами стоять разная задача например здесь у меня как корсет линия низа от линии низа мы помним у нас здесь полтора сантиметра припуск на шов вот это я сейчас показываю по боковому швовом двигаю сантиметровую ленту и еще по боку у меня вверх от линии по которой будет соединяться наш корсет с юбкой 4 сантиметра то есть готовом виде на 4 сантиметра ниже уровня линии талии находится линия низа корсета по боку по линии середины переда вот она у нас здесь проходит в корсете корсет опускать опускается ниже в конкретной задачи на 6 половиной сантиметров то есть полтора сантиметра сантиметра это у нас припуск на шов и еще свет вверх на 6 с половиной сантиметров это у нас будет уровень линии талии в этом корсете если у нас запланирована какая-то другая величина по линии середины переда мы откладываем по нашей юбке то что у нас запланировано по линии середины переда то что мне нужно было я отложила вот эти шесть с половиной сантиметров то что мне нужно отложить здесь по боку вот на 4 сантиметра значит на 4 сантиметра по боковому шву в юбке в данной ситуации полу солнце конечно бокового шва нет но зрительно он все равно проходит здесь то же самое теперь мы работаем с линии середины спинки какая у нас запланирована длина от корсет в корсете от талии вниз 6 половиной значит 6 половиной 12 значит 1215 значит 15 откладываю затем вот эту точку соединяю с этой штрих буквально штрих вот так сделаем чтобы у нас все таки было с вами . вот вот эта . вот эту соединяем с этой вогнутой линии для удобства работы я себе определила вот еще что я беру вот эту линию соединяю зрительно с линии середины линию переда соединяю с линии бокового шва как определяется линия линия по которой проходит боковой шов линию середины переда соединяем с линии середины спинки просто прикладываем ничего сложного просто прикладываем придерживаем пальчиком здесь и вот так руками просто немножечко прижимаем здесь буквально даже ногтем можно придавить или пальцем вот зрительно где проходит линия бокового шва где она должна проходить в этом случае теперь по этой линии вот она я откладываю ту величину какая у меня там от талии по корсету на 4 сантиметра ниже значит на 4 6 половиной здесь 6 половиной по спинке и соединяю вогнутой линии то есть сам процесс он вот такой чтобы сделать максимально точно я для себя определила дополнительный шаг еще раз складываю делю детальку уже не в не половину полусолнышка а вот только вот этот сектор или на 2 соединяю линию середины с линии бокового шва чуть-чуть придавливаем здесь у меня на шесть с половиной здесь на 4 разница два с половиной сантиметра между шестью с половиной и четырьмя два с половиной делю на два поскольку я здесь делю на на две части сейчас это 125 4 плюс 125 это 525 откладываю от вот этого уровня вниз 525 замерять не буду потому что я сейчас делаю это все на глаз просто показываю вам схематически там я уже все вымеряло уже все слои сделаю совершенно одинаковыми вот и таким образом у вас всегда линия получится более четко и правильно если здесь 12 сантиметров здесь 8 сантиметров в 12 минус 8 4 сантиметра 4 делим на 2 это 2 тоже 2 получается 8 плюс 2 значит здесь 12 здесь 10 здесь 8 сантиметров и только после этого выводим нашу новую линию по которой мы будем соединять корсет с юбкой и так вот я уже срезала ножницами лишний лишний участок юбки линия приобрела другую конфигурацию по линии середины переда я делаю себе небольшую надсечку для того чтобы я знала что здесь у меня линия середины переда если вдруг в процессе работы у меня разутюжится вот эта линия она не всегда присутствует не на всех материалах например на плотном атласе она не нужна особенно если плотный атлас это наш верхний слой изначально ее нужно полностью отутюжить эту линию а надсечка подскажет мне все что нужно по линии бокового шва я тоже делаю надсечку поскольку самого шва у меня здесь не будет если он есть то сечка не нужна это понятно хочу объяснить как можно ускориться при раскрою фатина вот как допустим это делаю я вот например это мой отрез фатина длиной 3 метра вот он у нас в рулоне сложен как правило вот так в четыре раза фактически я сейчас работаю с квадратом но размер этого квадрата не такой как у бумаги вот у этого кусочка я вам показываю уменьшенном масштабе что я сейчас буду делать а три на три фактически у меня вот так и так сейчас сложен квадрат затем я его сложила еще по диагонали вот таким вот образом сейчас он лежит на столе еще раз покажу достала свой отрез развернула так чтобы он был сложен только пополам затем разверт сложила вот так пополам по длине и затем перегнула по диагонали переворачиваю сгибы у меня вот здесь и вот здесь я думаю понятно теперь как правило что мы обычно делаем мы обычно откладываем на нашу дугу если речь идет о солнце я буду работать сейчас солнцем как я уже сказала обычно мы откладываем при помощи сантиметровой ленты или длинной линейки нужны нам длины наш радиус для построения солнца или полусолнца на чем мы работаем я работаю с солнцем один радиус и второй радиус у меня сейчас будет три радиуса вот так я буду откладывать и я покажу вам еще хочу показать такое самодельное приспособление при помощи которого я быстрее размечаю вот эти линии на вот таком отрезе беру либо полоску из картона либо из бумаги в несколько слоев сворачиваю делаю вот такую полоску длина этой полоски чуть чуть больше на несколько сантиметров буквально на глаз чем длина нужного мне радиуса вот допустим мой первый радиус вот для вот этой дуги вот я буду работать с вот этим радиусом в первую очередь с наиболее длинным вот длиной этой дуги я делаю вот эту полоску плюс еще несколько сантиметров для чего вы сейчас поймете на краю в этой полоске я делаю небольшую дыр дырку так чтобы у меня пролез вот этот вот стержень и маркера моего сделала прикладываю к низу вот здесь натягиваю до нужно до острия нашего то есть делаю теперь непосредственно длину вот этого радиуса у меня 150 сантиметров ее можно либо так вот замерить по ткани либо сантиметровой лентой в общем то как вам удобно можно и так можно так у меня 150 сантиметров сейчас будет другой мастер мне надо теперь беру булавку прокалываю могу прокалываю острие вот это острие прокалываю как можно ближе в само острие острее угла я имею виду в саму вершинку так сделала плотно плотно держу укладываю на стол на край стола так чтобы у меня булавка прямо за край стола уходила вот сюда и держу пальцем одной руки дальше натягиваю и рисую кругу небольшими небольшими такими стрихами вот таким образом до конца теперь работаю со вторым радиусом для того чтобы мне определиться с этим радиусом в конкретной ситуации я беру слой материала манку который который я использовать буду под фатином который мне будет находиться под всеми слоями фатином замеряю наиболее длинную из сторон вот эта сторона меня более длинная замеряю сантиметровой лентой и эту же величину плюс 2 сантиметра откладываю от линии низа вот этого среза который только что сделала и ставлю себе метку от этой метки я сразу же откладываю такое же расстояние но без добавления двух сантиметров вот я уже отложила поставила здесь метку это я отложила свою длину юбки по наиболее длинной из сторон теперь делаю точно такой же из картона или из бумаги вспомогательный самодельный можно сказать практически циркуль от вот этого угла спускаю его на край стола натягиваю замеряю то нужны мне точки или штриха что у меня здесь нанесено сейчас у меня штрих конечно отмечаю черточку нужную мне делаю дырку просто острием ножниц вот такая небольшая дырочка чуть-чуть срежу чтобы мне лишний участок не мешал сразу же чтобы потом не тратить время еще раз отмечаю дугу для третьего радиуса и тоже делаю дырочку пока ничего больше не обрезала ножницами принципе можно сразу сделать три дырки три радиуса постепенно шаг за шагом продвигаясь в работе уже обрезать там где надо так в эту дырку воткнула маркер маркер не знаю подойдет ли всем такой способ ускорения мне подошел мне очень понравился я его увидела у другого преподавателя из франции мне очень понравился этот способ то есть я считаю что это очень быстро гораздо быстрее сейчас чуть-чуть единственное вот неудобство это когда много слоев бумаги а кстати почему мне не удобно потому что я не срезала думаю что у меня тормозит вот и все как мы это делаем обычно обычно мы берем либо линейку если длины линейки нам достаточно либо сантиметровую ленту сюда же в угол представляем край сантиметровой ленты и размечаем или же наоборот вот этот край ставим сюда сейчас вот так ставим натянули отложили опять-таки натянули отложили ну и когда речь идет о больших радиусах это еще медленнее еще неудобнее ну и конечно нужно иметь возможность либо ходить вокруг стола кто-то на полу кроит но у кого какие в общем-то условия однозначно нужно ходить вокруг и это еще мы работаем с юбкой солнца не сам не самой широкой бывает и пошире за счет складок за счет дополнительных сборок бывает еще больше за счет шлейфов то есть в общем то это еще не самое большое расстояние мы здесь использовали теперь вырезаю ножницами но перед тем как вырезать ножницами я немножко сколю булавками потому что мне еще нужно сделать дополнительный шаг юбка будет пришиваться к корсету а корсет не одной длины по переду длиннее по боку короче и мне нужно будет смоделировать как всегда линию соединения с корсетом режу раскладываю вот таким образом выкроенные детали так у нас получается вот здесь сейчас перед и спинка линия середины переда линия середины спинки можно в принципе либо с одной либо со второй стороны вот эту сторону можно выбрать как линию середины переда не абсолютно одинаковые вот мы же у нас один радиус был вот мы их сейчас немножечко изменим по переду у нас на два с половиной сантиметра наша юбочка короче чем по боку поэтому я отмечу здесь два с половиной сантиметра здесь отмечу на серединочке ну вот приблизительно здесь на серединке дуги отмечу 125 отложу и сюда уйду в ноль просто все как обычно только теперь это я делаю не на полу солнце она солнце два с половиной сантиметра здесь делю пополам этот участок отмечаю серединочку ее можно отметить до раскладывания слоев 125 откладываю здесь половина разницы и сюда мне надо уйти в ноль значит если 125 здесь приблизительно здесь сейчас не приблизительно точно сделаем вот здесь будет серединочка у нас 125 значит здесь 6 миллиметров я отложу 6 миллиметров здесь два с половиной здесь 125 125 плюс 6 миллиметров 185 то что еще сделаю это делается фактически уже зрительно если какой-то штрих например я нарисовал но не совсем на месте провела у вас так тоже может быть ножницами вы можете это откорректировать то есть лезвием ножниц прорезать там где уже вы понимаете что это будет правильный вот у нас получается вот такая линия делаю себе надсечки как всегда отмечая таким образом линию середины переда и линию середины спинки а вот представьте себе насколько усложнилась бы работа если бы у нас линия по линии середины спинки была бы другая величина то есть например более длинный корсет по спинке чем по переду то это при еще сложнее то есть еще больше работы сказать что сложнее но наверно не сказала просто более трудоемкий процесс все с этой деталью мы закончили и завершить самый завершающий этап это самый верхний слой он самый наиболее длинный для присбаривания вот это у нас будет линия соединения с корсетом здесь у нас будет линия низа юбки все-таки оставлю на месте мне здесь будет удобнее работать чуть-чуть поправим разложим сейчас точно так же отмечаю здесь два с половиной здесь пасть посередине этой дуги 125 и ухожу в ноль все точно так же только уже масштабы размеры гораздо больше как вы понимаете и так здесь два с половиной перекалываю булавку здесь два с половиной здесь по дуги 125 будет посередине дуги 125 и уйду в ноль вот здесь когда рулон сложен немножко съехал фатин на какой-то сантиметр если вот этот вот вот эту величину вы ну прям не на середине отложите а в сторону на сантиметр в одну или во вторую это уже не страшно потому что здесь вся юбка будет присбариваться еще то есть это не прямая даже не трапеция не просто полусолнце здесь еще будет обилие обилие сборок вот это вот все уйдет на сборке поэтому если вы чуть-чуть почему я очень часто сейчас показываю так ну вот зрительно приблизительно ну что в принципе я это делаю на глаз лучше конечно максимальная точность она никогда не мешает но вот если вы вот этот сантиметр вправо или влево случайно как-то сдвините вот эту вот эту вот эту линию вот эту не серединка допустим чуть-чуть на сантиметр вправо или влево вы съехали вот как здесь здесь так и получится ничего страшного как я уже сказала никакой трагедии не произойдет еще все 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 будет в густы густых сборках поэтому если вы будете делать точно такую же работу как я не переживайте так здесь 125 здесь промежуточная разница между двумя с половинами и 125 я это посчитала как 185 и здесь соответственно у меня 06 посерединке я делала то есть 6 миллиметров все срезаю ножницами уже даже не буду дугу устроить там где вы понимаете что вам еще где-то что-то нужно заколоть или прочертить дополнительно чтобы сделать максимально четкий результат вы это делаете по мере своего опыта там где вы можете сократить себе объем работы без ущерба для качества то есть для конечного результата вы сокращаете и я показала вам несколько моментов которые я думаю если мне помогают ускоряются ускориться в работе то помогут и вам всяком случае что касается разметки дуг и отсутствие трудоемкого моделирования преподобных юбках и и все работа по раскрою завершена если я не пользуюсь маркером значит я отмечаю ручным швом просто за крепкой такой ручной прошиваю метку линии середины переда линии середины спинки водорастворимый маркер я напоминаю всегда нужно проверить на качество до работы смывается он что происходит с материалом после того как вы намочили место по которому вы провели этим маркером и не остается ли разводов только в этом случае можно его использовать если нет значит это или брак или ну достаточно он не подойдет для работы я заготовила выкроила четыре вот такие полосочки из клеевого материала клевая у меня на тканной основе можно использовать на трикотажной основе у нас вообще и на трикотаже и на тканной основе все называются дублеринами то есть есть флизелин и есть дублерины вот эта категория дублеринов я не знаю как в каких странах может быть как-то иначе я вот стараюсь вам объяснить именно ну практически состав то есть ткань это то что имеет переплетение это то что ткется вы посмотрите и вы увидите вот допустим побольше кусок я положу этой клеевой это даже не клеевой батист это просто просто клеевая наиболее тоненькая какая вот есть я ее использовала там для других целей не для свадебного свадебного вечернего ассортимента но вот она тоже сюда подходит мне нужно проклеить линию по которой линию середины спинки на участке где будет пришиваться молния как вы понимаете с корсета на юбку будет переходить молния от верха и ниже и вот на тот участок на который у меня молния будет заходить он закончится у меня приблизительно пока месте я показываю приблизительно потом это сделаю точно где-то здесь вот и дальше для соединения мне понадобится для того чтобы проложить общий шов по юбке все это мы сейчас будем делать мне понадобится тоже вот этот участок более более плотный чем основной материал поэтому он всегда дублируется не только для того чтобы создать плотность для того чтобы вот этот участок вот эта линия она не растягивалась то есть это все для достижения в конечном итоге наилучшего результата то есть во избежание всяких эстетических дефектов искривлений растяжений мы всегда используем вот такую клевую флизелина ни в коем случае почему я допустим еще взяла сейчас все-таки больше я лично это мой выбор люблю на тканной основе чем на трикотаже опять-таки может быть вы с таким не сталкивались или не столкнетесь но у нас такая ситуация с трикотажным с трикотажными клеевыми что капельки клея проходят сквозь вот эти нити и получается постоянно нужно чистить платформу утюга то есть продублировала детальки и нужно чистить вот одно единственное вот это неудобство она тормозит в работе но если допустим вы живете допустим у меня есть ученицы из воронежа там по отзывам я знаю что проблематично было купить именно клеевой батист можно ли использовать на трикотажной основе самый тоненький на трикотажной основе дублерин можно использовать ну вот я же говорю единственное неудобство то что нужно будет чистить платформу утюга а так результаты все швы и в корсетах и везде где нужно они получаются очень красивые очень четкие хорошо дублируется хорошо ложится поэтому можно но опять-таки все нужно проверять хотя бы на на маленьком корсетике на коротеньком там чуть-чуть не житали ну вот это в принципе я считаю что это короткий корсет вот попробовать это дополнительный вам опыт который у вас тоже должен быть независимо от того сколько лет вы вообще шьете одежду но если вы со свадебной темой недавно не сочтите лишним несколько корсетов сделать как бы пробных у кого-то получается лучше у кого-то хуже но главное не останавливайтесь продолжайте работать и все вас обязательно получится я перехожу наконец-то уже к нашей юбке что я делаю сейчас я сейчас дублирую линии середины спинки по одному слою юбки по тофте и по второму прозрачные слои естественно мы не дублируем я имею ввиду из органзы из фатина из там манки то что вот все вот верхние вот такое прозрачное имею ввиду совсем совсем прозрачное мы конечно не дублируем и прометываем эти эти участки это мы сделаем чуть чуть позже сейчас все таки я завершаю объяснять вот этот этап работы и так дублирую клюевой вот эту линию пока отколю булавочку по изнанке но у меня материал двухсторонний я себе какую захотела такую сторону и выбрала в качестве изнаночной главное не перепутать когда со второй стороны сейчас буду дублировать пар применяю обязательно теперь следующую сторону ширина этой полоски немножечко больше чем ширина припуска на шов вообще по правилам должна быть не меньше чем припуск на шов то есть если у меня полтора сантиметра значит полтора я делаю чуть чуть больше мне это даст хороший результат хороший шов это уже проверено поэтому я сделал буквально два миллиметра больше так ножничками чуть-чуть подрежем если вдруг где-то что-то вылезло за край у меня здесь если вдруг у вас тоже так получится не паникуйте вот эти два миллиметра просто срезаются ножницами все ничего страшного так я на 1 на одной стороне стороне сделала вот вроде как хорошо когда материал двухсторонний тут важно не перепутать чтобы именно там где надо продублировать вот все сделано одной стороне можно перепутать так и здесь наоборот приклеить вот так вот тут важно не допустить эту ошибку то есть я пытаюсь предотвратить у вас и такую ошибку я когда-то такие ошибки допускала теперь со вторым слоем то же самое дублирую с одной стороны клеевой то есть приклеиваю уже утюгом так конечно я это делаю не на маленькой такой досточки вспомогательной я все-таки на большой гладильной доске это делаю и в идеале нужно иметь еще большой гладильный стол для работы именно с со свадебными вечерними нарядами потому что нужно утюжить шлейф и желательно пошире хотя бы в 2-3 раза шире чем гладильная доска но не больше той длины чем вот ваша рука может достать с одной стороны стол со второй стороны обойти то есть я думаю не больше чем метр двадцать удобно но максимум полтора метра ширина вот у меня сейчас стол рабочий на котором я вам все показываю ширина полтора метра длина соответственно должна быть тоже не больше так чтобы вы могли доставать рукой чтоб не нужно было ложиться телом на от утюженный материал и тем самым мять его пока утюжу вот эту сторону хочу еще сказать о работе с белыми материалами последнее время очень часто вижу как работают в белых перчатках плотно облегающих руки именно с белыми свадебными нарядами я тоже решила что я буду применять это в своем труде во всяком случае что касается работы с дорогостоящими нарядами поэтому если вам предстоит в жизни работать тоже с дорогостоящими нарядами имейте ввиду то есть максимально стараются вот не запачкать то есть все должно на полу кроить нельзя то есть это должен быть только стол все должно быть идеально чисто ну если даже перчатки одеваются белоснежные почему белоснежные как только вы взяли за что-то грязное у вас припылилась рука вы должны поменять перчатки потом переходите к дальнейшей дальнейшей работе снаться над нарядом вот еще такой нюанс хотите применяйте хотите не применяйте но он существует беру свою юбку складываю лицевыми сторонами внутрь уравниваю срез линии середины спинки юбочки скалываю булавочками 34 если вам удобнее большее количество пожалуйста сейчас нужно проложить предварительный шов даже не только предварительный сколько скорее можно его назвать вспомогательный но вы сейчас все поймете на ширину припуска на шов вот полтора сантиметра прокладываем выставляю ширину стежка еще раз разверну покажу 5 миллиметров цвет нитки особого значения не имеет главное не пользуйтесь нитками красного цвета на данном этапе работы и синего цвета этот шов мы его будем сейчас удалять то есть мы временно сделаем я сейчас про утюжу и удалю этот шов вот поэтому у меня вот здесь стоят бежевые нитки вот такие я и оставляю и так установила себе 5 миллиметров ширина ширина стежка и на ширину полтора сантиметра ориентируюсь укладываю срез с вот этой вот линии здесь полтора сантиметра есть вот она вот она у меня вот вот эта линия вот написано 15 это 15 миллиметров все вот эту линию слежу все время чтобы эта линия совпадала со срезом приблизительно она немножко бывает плавает сам срез немножко плавает но все время стремимся так чтобы каждый стежок был на вот этой ширине опускаем для первого стежка просто опускаю вручную двигаю маховое колесо вот это вот это маховое колесо и ку опустила сейчас разверну к себе чтобы мне было немножечко удобнее сделать этот этап работы и прошиваю без закрепки здесь можно ну что нам все равно надо вы парать это закрепкой будет неудобно чуть-чуть вытянула булавки убрала они мне уже не нужны беру следующий следующий слой делаю то же самое прокладываю на ширину припуска на шов такой временный вспомогательный шовчик так пусть уже и будет все уходим от машины идем к утюгу и утюжим разрезаю вот эти ниточки вот я только что вот так прострочила перед нитку разрезаю сразу на это время я не трачу обычно там где одна операция за другой операцией то есть я себе здесь чуть-чуть сокращают путь нередко мы где-то что-то усложняем как например вот дублирование клеевым материалом и на этот страчиваем дополнительное время там где можно как я уже неоднократно говорила сократить путь без ущерба для качества сокращая у меня здесь немножечко вылезла клеевая за линию среза вот аккуратно до среза я ее убираю я не хочу залезть платформу утюга на нее если вдруг у вас такое происходит тоже просто убираете ничего страшного и никакой трагедии разутюживаем шов один и второе только что нами прошиты после этого даем материалу остыть и удаляем вот этот шов который я называла только что вспомогательный он у нас временный он покажет нам линию по которой легче будет ориентироваться и пришивать молнию останутся дырочки останутся заутюженные сгибы материала пока второй шов утюжили первый уже остыл я удаляю эту нитку конечно же в платьях эконом класса как правило ничего не дублируется время не затрачивается на это и времени даже какое-то количество денег на эту клеевую сегодня принято употреблять термин бюджетные но я пытаюсь просто свои вещи называть своими именами как они есть малобюджетные эконом класс было время когда еще вот это слово бюджетное не применялось во всяком случае на нашей территории и были салоны класса люкс или вип салоны и были салоны эконом класса то есть таким образом люди понимали что ожидать какие цены в общем-то каждый задавало понимание людям они могут себе это позволить или они вообще хотят эту продукцию если у человека есть крупная сумма эконом класса мы явно не нужен то есть было открыто сейчас такое слово бюджетное это тоже весьма растяжимое понятие всяком случае на нашей территории сейчас и так вот эти заутюженные сгибы вот и вот все данный этап работы сделан переходим к следующему переходим к столу и размечаем на том слое который будет являться подкладочным размечаем линии по которой мы будем притачивать оборки ширина нашей оборки моей оборки 15 сантиметров можно пожалуйста не обор там где сантиметровая лента но я буду пришивать ее не на сам край оборка будет пришиваться не не край к краю а чуть чуть выше на полтора сантиметра вот исходя из этого расчета я буду прокладывать вот эту линию по которой будет притачиваться оборка еще раз замеряем мало ли вдруг что-то не так выкроила нет 15 сантиметров и так на полтора сантиметра выше значит это на 16 с половиной у меня линеечка вы тоже внимательно посмотрите на свои линейки если вы линейка будете работать в такой ситуации если от нуля вверх какие-то еще дополнительные миллиметры или вот этот срез линейки начинается с нуля то есть это тоже очень важный момент на который стоит обратить внимание либо вы можете сделать из картона себе вспомогательное лекало вот как мы делали вот такие то есть нужной высоты и поехали размечаем или же вы можете воспользоваться радиусом вот как я делала для выкраивания слоев из фатина то же самое вы можете сделать и здесь можно применить при этом либо маркер но если вы знаете что действительно он полностью удаляется и не оставит вам никаких проблем либо вот такое острие мыло просто вставить в дырочку и провести вот полностью радиус я пока это сделаю под линейку с учетом того что не у всех может быть маркер или не всем понравится этот способ с радиусом и так 16 с половиной сантиметров мне надо отложить я ориентируюсь на цифру 16 потому что у меня здесь еще стоит находится 5 миллиметров у самой линейки и просто по краю линеечки 16 выставляю все время проверяю впоследствии мне оборка будет пришиваться по этой линии и так до конца здесь и с обратной стороны полностью то есть полностью наше полусолнышко пол по изнаночной стороне это у нас будет подкладка вот я разметила оборку линию для притачивания оборки ну и хочу на другом слое просто как для примера сейчас мне вообще не надо это делать но хочу вам показать если бы я воспользовалась вот таким вот приспособлением самодельным вот если я работаю мылом они ну или мелом допустим небольшим острием его вместо какого-либо маркера допустим не подходит мне такой маркер или нет у меня вот я сделала не дырочку а такую как бы прямоугольничек вырезала и вплотную к линии которая срезала я прикладываю вот этот вот свой обмылок или кусочек мела что там чем я работаю опять на край стола по центру этой линии я воткнула булавку на край стола прикладываю прямо на угол вот этот вот прикладываю эту булавку вплотную держу здесь большим пальцем натягиваю здесь уже я должна все вымерить к этому моменту то есть вы видите что я вот эти линии линию середины спинки уложила четко к линии стола линию середины переда тоже счет как линии стола то есть вот построила фактически вот тот прямой угол который мне нужен опустила и посмотрите как быстро легко и удобно я конечно себя первое время перепроверяла тут конечно еще важен такой момент чтобы ткань не уехала может быть каким-то грузиком там тем же утюгом или чем-то придавить чтобы она не уехала и линии никуда не сползли а так вообще очень быстро гораздо быстрее особенно если у вас много платьев много однотипных юбок и вам нужно опять-таки ускориться в работе здесь ущерба для качества нет так вот первое время я конечно пири перепроверяла себя сейчас объясню еще что я перепроверяла я думаю не лишние на первых порах особенно если у вас мало опыта вам тоже себя перепроверить так давайте все таки ножницы тоже положу чтобы у меня никуда не сползала ткань то есть я перепроверяла вот это расстояние от линии притачивания нужны мне до линии низа такое но как мне надо 16 сантиметров или она меньше вот это очень важно тоже себя перепроверить тот слой я себя уже перепроверила меня все устраивает все это я убираю в сторону и перехожу к непосредственно к оборкам уже так я сказала что нам нужно вначале одна оборка мы замеряем по оборке метр то есть длину метр не от вот этого среза а от рабочей линии вот участок зрительно вот на наша рабочая линия там где начинается вот данной ситуации рисунок если у вас фатин с кромкой то от кромки пару миллиметров отступите и это будет ваше начало вот я отмеряю метр 10 сантиметров и еще 50 сантиметров намечаю себе можете отметить любым маркером потом срежете то что нарисовали маркером либо прицепить на этот участок английскую булавку для чего это нам надо мы этот метр замерили для того чтобы сейчас заложив в складки замерить просчитать расход расход фатина на оборку ширину припуска на шов вы здесь можете выбирать какую хотите это может быть ширина лапки или один сантиметр как вам удобно я буду ориентироваться на один сантиметр сейчас так для просчета расхода материала так опустила иголку и закладываю складки теперь я ориентируюсь я для себя этого здесь ширина выбирается ширина складок выбирается произвольно я сейчас делаю одну то есть первое выбирается произвольно а да и расстояние между складками а дальше уже все приблизительно одинаковые должны быть мы стремимся к тому что были абсолютно одинаковые но все равно есть как каких-то какой-то миллиметр всегда есть погрешность что я имею ввиду вот я дошила ее одну вот эту складочку свою так следующую я закладываю так чтобы она была такой же ширины вот ее ширина или правильная глубина вот вот готовом виде если замерю скажу вам точно что эти сделаем два сантиметра вот от этой линии я себе отметила несколько у меня здесь рабочих штрихов вот от этой линии вот металлической просто она вот существует здесь на машине я сделала штрих себе два сантиметра вот этот вот я вам сейчас показываю ножницами так и вот по нему я ориентируюсь сгиб складки закладываю сюда а внутренняя часть складку складки уходит вот этому штриху давайте покажу что я имею ввиду вот я пальцем указательным придерживаю большим подталкиваю материал на глубину вот мой ноготь вот внутренняя часть ногтя останавливается у вот этой вот рисочки полосочки дальше вот вот этот материал я натягиваю так чтобы вот здесь остановился сгиб это долго первый раз вот пока вы учитесь потом быстро 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 достаточно быстро вот я сейчас разверну к себе покажу вам как у меня это получается у вас тоже будет получаться остановилась дошила до конца складку заложила опять-таки говорю если на миллиметр вы сделали больше или меньше трагедии нет но всегда стремимся к тому чтобы было приблизительно одинаково ну и вообще я конечно закладываю на промышленной машине нашли от быстрее для видео мне сейчас удобнее использовать вот такую потому я ее использовать есть лапки которые закладывают складки у нас они тоже продаются их тоже можно приобрести но они те во всяком случае те которые доступны мне они закладывают меньшую глубину и они закладывают только с тоненькими материалами работают то есть вот уже вот такая плотность фатина им не подчиняется скажем так то есть они не подходят поэтому специальные лапки я сейчас не использую если такие появятся или уже есть продажи у вас вы можете просто пользоваться всеми вспомогательными приспособлениями какие существуют все что может облегчить труд мы все всегда используем так дошиваю свой метр вот я уже практически дошла до вот этого метра вот здесь я и закончу смотрю мой метр какое количество сантиметров превратился то есть насколько он уменьшился вот от этого края замеряю до вот этой голубой голубого штриха плохо видно наверное если я на белом покажу на белом видно немножечко лучше да да вот этого штриха моего до до метки замерила превращается в 48 сантиметров теперь что я делаю я беру еще раз свою юбку вот эта линия видно плохо видно да но она и в реальной жизни плохо видно белая на вот на каком-то пастельном оттенке на светлом цвете видно плохо одним словом линию притачивание вот этой оборке мы ее сюда будем притачивать нам нужно эту линию ее длину сейчас замерить замерить сантиметровой ленты и с небольшим запасом просчитать и так можно сантиметровой ленту замеряем так я замерила мне получается 84 я буду считать 85 сантиметров даже 90 посчитаю исходя из того что нужно 90 с одной стороны 90 со второй стороны полусолнышко то есть нож нужно 180 сантиметров чтобы было также я ее буду делать не одну она у меня будет вот так эти двухслойные то есть и того не 180 от 360 вот если 360 мне нужно у меня получается при собирается практически в два раза 360 значит мне я считаю приблизительно 720 720 нужно мне сантиметров значит яма у меня ширина материала 150 рабочая ее часть значит вот исходя из того что 750 делю на 150 сколько мне получается получается 5 5 таких полосок мне нужно выкроить и при собрать заложить на них складочки я их соединю между собой и так я соединила 5 полосок в одну и заложила по всей длине этой полосы из фатина заложила складки что я делаю теперь я беру теперь тот слой который у меня самый нижний на юбке подкладочный слой и к вот этой линии которой я должна пришивать эту оборку прикладываю и проверяю насколько хватает или не хватает длины правильно ли я просчитал правильно ли я посчитала и не просчитала если случайно не ошиблась ли так складываю складываю пополам поскольку юбка у меня сложена пополам и так как я запланировала делать вот эту оборку двухслойной то мне нужно сложить еще раз пополам то есть юбка сложена вдвое а вот эта полоска состоящая из пяти соединенных между собой полос я ее складываю в четыре слоя и прикладываю срез оборки и немножко неудобно значит надо чуть-чуть не для ней и проверяем вот таким образом можно ложить сразу буду пришивать в два слоя не по очереди один слой оборки потом 2 а сразу два чтобы хоть немного но ускориться новичку возможно два слоя сразу будет не столько сложно сколько боязливо скорее всего вот так я уложу сейчас до съемок я перепроверила мне длины хватает это просто я хочу показать вам как это проверяется вот этот срез укладывается к линии прежде чем сесть за машинку если вы понимаете что вам длины не хватит значит вот на одну больший или на какой-то кусочек больше может возможно там 20-30 сантиметров нужно добавить чтобы вы себя перепроверили медленно здесь хватает после того как я убедилась что длины мне хватает я иду к машинке и собственно говоря пришиваем раскрываю юбку полностью можно эту общую полосу по середине разрезать а можно просто сложив вдвое пришивать а потом разрезать в процессе работы ну в общем то здесь на этом этапе вы в процессе работы решите для себя сами я это делаю вот так мне так удобно сделать одну общую полосу и сразу пришивать двойной слой укладываем удобным образом слой подкладки я уравниваю оба среза фатина между собой и уравниваю со срезом подкладки вот эти срезы опускаю иглу опускаю лапку поправляю оба слоя фатина уравниваю с размеченной линии вот у меня линия размеченная я наведу чуть-чуть карандашом чтобы вам лучше было видно видно она и приступаю непосредственно к пришиванию здесь чуть-чуть я прохожу руками для того чтобы просто как бы наживить вот эту часть чтобы она не отваливалась теперь отступаю вот от этого среза вот от этого сантиметра три на глаз у меня вот эта часть будет не пришиты здесь я чуть чуть наживила один с одним стежочком а за а сейчас буду именно полный соединительный шок делать такой нюанс сразу пришивать нельзя поскольку еще среднего шва по спинке нету будет неудобно если вот эту последовательность нарушить так пришиваю до конца и тоже доходя до конца не дошиваю вот дойдя до сейчас покажу до чего пришив полностью всю оборку по всей размеченной заранее линии дохожу до среза линии середины спинки и не дошиваю этот шов буквально на три сантиметра приблизительно 23 сантиметра так чтобы мне потом было удобно еще продолжить работу и хорошо и завершить итак я все это сделаю сейчас за кадром вот что у меня получилось как видите я оборку свою двойную уже пришила показываем с одной стороны а теперь хочу показать со второй стороны чуть-чуть ее и соберу так что было понятней вам и мне легче объяснить вот отсюда я начинала шить вот здесь я закончила здесь у меня общая до сих пор вот эта часть не разрезаны сколько я в два слоя сразу я не разрезала можно было можно разрезать вот здесь можно срезать там где нужно нужно будет четко по срезу потом чуть чуть позже когда уже соединю повод этой линии юбку с корсетом пока ничего не разрезают для того чтобы шов не распоролся вот этот шов не распоролся не улетели вот эти складки что потом мне не тратить время на то чтобы опять одну вторую складочку закладывать до времени если понадобится затратить то немного но все равно у нас и так достаточно большой объем работы мы много времени тратим там где не нужно нам тратить время его лучше не тратить и так перехожу к следующему этапу беру свой корсет вот эта часть как вы помните должна соединяться с подкладкой поскольку это тоже подкладка должна она соединяться вот таким образом чтобы все швы вот этот наш шов тоже соединение над которым мы сейчас трудимся оказался внутри внутри между подкладкой и верхом чтобы здесь у нас получился просто шов никаких срезов никаких ниток ничего у нас не было этим и займемся середину линию середины переда она у нас заутюжена и здесь есть у нас такая галочка срезанная соединяем с линии середины подкладки вот наша подкладка укладываем ее вот так себе лицевую сторону получается вот эта часть внутренняя часть корсета вот она вот так лежит юбку нашу кладем вот таким образом чтобы вот эти оборки на нас смотрели сейчас не были спрятаны внутри то есть не вот так не наоборот вот так уравниваем линию середины переда в юбке с линии середины переда корсете уравниваем линию боковую по юбке с боковой линии в корсете уравниваем линию середины спинки срез линии середины спинки в юбке с одноименным срезом в корсете с одной стороны по боку и по спинке теперь то же самое проделаем со второй стороны нашего корсета в первую очередь делаем вот эти шаги так как видите здесь образовался излишек длина вот этого среза по корсету меньше чем в юбке вот этот излишек вы должны распределить как мы его распределяем и для того чтобы ускориться мы не замеряем не делим пополам под линейку середину линии не находим 1 со 2 зрительно делим пополам вот допустим середина вот этого участка от линии середины переда до линии бока по корсету в юбке она приблизительно здесь соединяем и так постоянно делим пополам все излишки подкалываем хотите вычислять и размечать ваше дело пожалуйста это ваш выбор теперь у меня все равно излишек небольшой есть я просто закладываю маленькую складочку здесь просто переколю ничего сейчас не сделала из того что я не прокомментировала закладываю еще одну складочку приблизительно посередине теперь следующий излишек тоже даст нам небольшую складочку и и мы тоже закладываем следим чтобы у нас не развернулись наши припуски на шов по корсету вот они у нас должны по переду быть всех не только по переду вообще все должны быть к линии середины переда заутюжены иногда при подкалывание случайно может развернуться в другую сторону вот за этим нужно следить чтобы не было разворота иначе будет ну будет ощущаться может быть даже видно смотря какая подкладка одним словом чтобы ничего не изменили в самом корсете при соединении его с юбкой чтобы ничего не испортили следующую складочку перехожу на этот участок пока месь по переду работаю нахожу зрительно середину вот этого участка вот отсюда вот этот участок от линии середины переда до бокового шва вот вот эта линия зрительно наша проходит вот так вот она который мы будем соединять на расстоянии полтора сантиметра мы находим серединочку даже можно не на эту линию ориентироваться а просто на срез вот буквально смотрю на глаз середина одного участка середины другого участка если что-то мне не понравилось не понравилось на этом этапе я посмотрел что я не так немножко разделила значит я чуть-чуть сдвинула большое время при юбках со складками при работе с такими юбками мы не затрачиваем то есть в этом просто нет необходимости стараемся зрительно чтобы получалось приблизительно на одном расстоянии складки дело в том что как эти складки не вычисляя вот такие маленькие неглубокие они все равно могут немного съехать в одну или в другую сторону при пошиве при соединении непосредственно уже за машинкой поэтому здесь нужно учиться делать это зрительно просто зрительно опять вот остался участок у меня не соединенные по спинке с одной стороны и со второй стороны теперь работаю над ними опять нахожу середину юбки по линии над которой мы трудимся опять нахожу середину корсети укладываю закалываю просто закалываю опять нахожу серединку уже нового образовавшегося участка опять распределяю в разные по разным сторонам по противоположному 1 во вторую сторону теперь на этом участке мне на понадобится сложить складочку на этом участке понадобится заложить по серединочке складочку здесь нужно тоже распределить пустоту тут для удобства перекалю булавку вот таким образом так нахожу середина закладываю одну складку закладываю вторую складочку после того как все все подколола сразу сажусь за машинку и пришиваю на расстоянии полтора сантиметра размечать здесь линию не обязательно вот эти полтора сантиметра можно ориентироваться на те линии которые нанесены непосредственно на машинке на самой машине у нас там есть штрихи сантиметр полтора два можно вот так уложить и найти серединку юбки и серединку подкладки в корсете нашли серединку вот это ребрышка подкололи если первое время сложное нужно научиться быстрее ну как-то научиться же надо хочется по точнее чтобы работа была выполнена вот поэтому предлагаю вот такой вариант еще так попробовать потренироваться и собственно говоря закалываю булавочкой здесь ненужные мне булавки я убрала то же самое теперь и дальше одну булавку уравниваю со второй булавкой у меня получается так мне легче определить середину более четко по без всякого сантиметра из линейки а вот так сложив пополам теперь соединяю одну булавку с другой складываю укладываю их одну поверх другой и закалываю новой булавкой лишние убираю теперь на вот этих участках мне нужно заложить складочку закладываю одно и потом закладываю другую и перехожу к машинке переходим непосредственно к стачиванию наконец-то соединяем наши слои уже здесь мы сразу начинаем от среза шов не так как вот здесь не так как при работе с оборкой а непосредственно линию по линии середины спинки срез со срезом вот отсюда начинаем что сделали закрепку как при любом соединительном шве или отделочном шве при любом шве и прошиваем полностью на ширину припуска который мы там дали по линии низа у меня это полтора сантиметра и так до конца заканчиваю соединять этот шов закрепку делал наш шов готов после этого после того как этот шов завершён мы будем работать уже со слоями фатина начиная с самого верхнего сейчас удалю все булавки все булавки удалены вот подкладка наша выглядит вот так сейчас изнутри наше платье теперь с этой стороны смотрится пока местью вот так и теперь мы будем работать над верхом начиная с верхнего слоя фатина верхний слой фатина следующий за ним слой потом слой манки и самый нижний слой слой тофты переходим при работе с верхом корсета то есть вот наш верх напоминаю вот наша подкладка мы сейчас работаем с самым верхним слоем то есть начинаем работу по соединению с юбкой с верхнего при работе с нижним слоем мы начинаем с самого нижнего сейчас он у нас один если вдруг по каким-либо обстоятельствам вам понадобится делать вот эту подкладку вот эту подкладку двухслойной то вы начинаете при соединении с подкладкой работать самого нижнего слоя при соединении уже верха самого верхнего слоя то есть не вниз с не самого нижнего вверх самого верхнего вот это я хочу чтобы вы сейчас запомнили так прежде чем перейти непосредственно к соединению хочу еще дать несколько комментариев во первых я хочу разделить изделие на три основные категории эконом класс стандарт класс и класс люкс вот на данном этапе работа процесс работы может отличаться во первых хочу сказать что у нас чтобы вы поняли что мы делаем дальше или как бы освежить памяти потому что урок у нас достаточно длинный по длительности я имею ввиду видео чтобы немножечко напомнить вам что мы делаем значит у нас будет готовом виде вот этот слой верхнем но я начну все все таки сейчас объяснять с нижнего хотя соединяем и с верхнего значит поверх вот этого слоя у нас будет пришить уже к верху корсета не к подкладке к верху корсета слой из тофты затем будет слой из манки я сейчас вложу в два слой вообще будет в один слой в один слой да все будет очень красиво мерцать затем у нас вот такой слой из фатина и еще один слой тоже из фатина будет самым верхним самый длинный вы помните как он выглядел при раскрое временно убираю их и даю дополнительные несколько рекомендаций по работе все еще с подкладкой потому что вы можете с этим столкнуться какие еще варианты могут быть при работе непосредственно с оборкой казалось бы одна оборка что ты еще надо во первых не всех может устраивать то что остается вот такой вот срез зачастую допустим в эконом классе в самом самом вообще вот эти три основные группы их можно разделить на подгруппы то есть эконом класс на несколько ступеней ценовых на несколько ценовых категорий стандарт класс и класс люкс но вот начнем самого дешевого допустим в самом дешевом варианте может вообще не быть им вот этих оборок либо она может быть самая самая коротенькая 10 8 сантиметров то есть чтобы получить самый самый минимальный по затратам вложений в материал самый минимальный результат но итог если у нас допустим вот такая уже оборка мы делаем допустим тот же эконом класс но бюджетное платье сейчас называют бюджетные мы можем оставить так как она есть если мы хотим сделать что-то более аккуратное чуть-чуть поднять цену мы можем добавить еще одну оборку но если мы эти ложили вот так то еще одну оборку мы должны решить вот таким вот образом вот точно вот в этот вот бежевый шов вот прям в него проложить я сейчас подкалю булавками для ясности вопроса этому я сейчас показываю ну или бюджетный или можно сказать стандарт скорее всего более стандартный уже вариант потому что здесь цена будет выше бюджетной здесь больше работы и вот так вот пришили а потом вот так вы перегибаете при этом вы можете сделать выкраивая эти оборки сделать их одной ширины либо просчитать вот одинаковая ширина здесь 15 сантиметров и здесь 15 сантиметров но когда вы пришили сейчас чуть-чуть сдвину чтобы был более понятный точный результат когда вы пришьете и перегнете эту оборку то в итоге у вас получится одна оборочка короче чем вот сам вот эта верхняя короче чем нижней если вы хотите ну вот максимально то есть это все-таки уже более стандартный вариант скажем так одной длины сделать то вам нужно будет просчитать вот эту разницу то есть сделать на два сантиметра очевидно что здесь на два сантиметра надо сделать длиннее вот эту оборку выиграть на два сантиметра соответственно вот опять-таки это дополнительный шаг дополнительное напряжение немножечко чуть чуть больше денег но самое главное это затраты труда здесь чуть чуть больше то есть на данном этапе должна быть уже пришита при работе со стандарт классом уже вот дополнительная оборка если мы работаем с платьями категории класса люкс здесь тоже возможны различные варианты я покажу вам то с чем я сталкивалась вы можете столкнуться еще с чем-то вы со что вы сами разработаете что вы сами захотите продумать что-то свое например вот это вот этот шов закрывается полностью кружевами один вариант в классе люкс кружева которые можно пристрочить машинкой второй вариант это кружева который полностью пришивается вручную при этом вы должны подобрать если вы захотите вот полностью вручную то есть то что захотите а вот есть такая необходимость так сделать максимально аккуратную работу чтобы это было произведение искусства не только снаружи но и внутри на любом участке то есть все нужно закрыть этот шов и этот шов с обратной стороны нужно закрыть тоже этим же кружевом пришили вручную здесь и пришиваете вручную здесь при этом при подборе кружев кружева должны рисунок кружев должен совпадать то есть вы складываете лицевыми сторонами внутрь два конца кружева и смотрите что полностью вот эти фистоны зубчики вот эти вот они совпадали один ложился на другой потому что вам нужно будет закрыть ваш ручной шов у вас когда вы пришьете с одной стороны вручную ваше кружева нужно будет чтобы с обратной стороны вы закрыли уже еще и ручной шов там появится кроме машинного вот этого шва ручной шов от соединения кружева так что вот как минимум вот эти варианты вам могут в реальной жизни встретиться имейте это ввиду для себя для своей работы я продолжаю непосредственно процесс соединения меня все устраивает так я ничего усложнять сейчас на данном этапе не буду это не будет самое дорогое платье поэтому я оставляю так так перехожу к соединению беру самый самый верхний слой напоминаю что у нас здесь есть сейчас уберу наверное временно здесь у нас есть засечки которым на которых я отмечала линию линию середины линию линии середины переда и спинки вот они у меня здесь заложены и заутюжены а это у нас уровень бокового шва вот здесь у меня есть вот эти специальные засечки если я бы работала сейчас со складками то есть закладывала складки подобно как я закладывала на тофте вот складочки такие более глубокие не иметь значения то я могла бы оставить вот такие засечки какие они есть но если я присбариваю а я сейчас буду сделать сборку я сейчас себе ставлю такую задачу то есть охватываю максимум информации которая может вам быть полезна и здесь все-таки нужно сделать небольшую ручную меточку в два слоя нитку сложить и прошить метку линию середины переда здесь не имеет значения аккуратный узелок не аккуратный если вы профессионалы умеете делать закрепку без узелка можете сделать такую в общем что вам легче или что вы считаете более правильным можно так можно так она потом впоследствии убирается какую-то меточку так чтобы она вам давала понимание как ориентироваться где линия бокового шва где линия середины переда все фактически нам не есть чуть-чуть такой более длинный край оставляю на втором сгибе я делаю то же самое так придерживаю может быть тот кто новичок вообще не знаком с подобно с подобной операции завязанный узелок у меня две ниточки и я между двумя этими нитками как бы проникаю иголочкой пропихиваю и так чтобы было понятнее вот вот у меня игла между двумя нитками сейчас продвигаю иголочку подтягиваю немножко узелок убираю пониже чтобы он меня там не попал шов или повыше смотря где где я прошила эту закрепку я помню что у меня будет прокладываться шов на полтора сантиметра соединительный с корсетом на полтора сантиметра от вот этого среза и я смотрю уже здесь куда вот если я сейчас так поверну узелок он у меня может попасть как раз вот на уровень этого соединительного шва как раз на уровень по полутора сантиметров если я его повыше уберу то он мне не причинит никаких дополнительных хлопот впоследствии мне легко будет его извлечь вот тоже такой крохотный нюанс но он бывает иногда очень-очень существенным если попал в шов узел он приходится потратить минут 10-15 на то чтобы его удалить а иногда может быть и не получится вообще вот у меня закрепки сделаны как можно избежать таких закрепок взять английскую булавку которая застегивается и на вот этот уровень заколоть английскую булавку то есть кому-то удобно так кому-то так но английская булавка с ней тоже нужно быть осторожным ее можно так рвануть аккуратно если дети у вас рядом или кто-то ну не знаю кто-то кто может случайно это сделать и повредить прорвать ткань поэтому ну вот наверное самый наиболее безопасный и действенный способ это поставить закрепку при работе со сборками со складками не надо сразу подкалите к материалу и сформируете уже непосредственно складочки так как мы работали с подкладкой беру линию середины спинки ту которую я определила как линию середины спинки вот спинка вот линия середины переда будет убираю то что мне не нужно один край откладываю полтора сантиметра от линии середины спинки в эту сторону полтора сантиметра вот по этой линии по этому срезу ставлю себе метку теперь от вот этой точки от нее вниз откладываю длину нашей молнии по юбке какая она запланирована с учетом припуска вот этого припуска какая она мне запланирована вместе с припуском формирую вот такой клин вот здесь ставлю черточку где у меня должна закончиться моя молния вот это синяя такая у нас линия вот она то есть здесь она сходит полностью на нет если не видно значит нужно подвести таким образом все слои фатина которые на юбках у нас задуманы у меня два значит я два отмечаю но опять-таки если я краю в виде солнца и у меня нету никаких разрезов вот таким образом я смогу вшить молнию а дальше у меня не будет никакого шва разрезаю по заутюженной не по синий а просто по заутюженной линии до вот этой точки до вот этой вот метки конечно же вы работаете не пастовой ручкой как я сейчас это для того чтобы было видно в камеру все таким образом мне подготовлены все слои к соединению и теперь перехожу непосредственно к работе с самым верхним слоем теперь перехожу непосредственно к процессу присбаривания фатина мне его нужно присобрать его можно присобирать двумя способами с помощью специальной лапки либо на обычные лапки я вам покажу оба потому что опять таки у каждого свое оборудование например у вас есть специальная лапка меня вот такая лапка я использую и устанавливаю эту лапку теперь выставляю ширину стежка 5 миллиметров здесь натяжение нити я ставлю максимально высокая на девятку и присбариваю начинаю шов с закрепки заканчиваю шов без закрепки начинаю вот от вот этого нашего разреза вот от линии середины спинки отсюда я начинаю работаю сейчас с верхним слоем расстояние на какое расстояние я вот эту это присбаривание выполняю но желательно вот если у меня припуск на шов 15 миллиметров то есть полтора сантиметра то есть максимально к этому припуску на шов максимально близко то есть либо 14 миллиметров я думаю такая самая оптимальных здесь у нас получается с вами на машинах 15 миллиметров и 10 миллиметров отметка 10 15 и 20 миллиметров поэтому ну вот буквально миллиметр не доходят до 15 вот таким вот образом зрительно это если у нас с вами мы работаем с лапкой сейчас две секундочки с лапкой которая специально подходит нам помогательная лапка для формирования сборок возможно у вас лапка может выглядеть как-то иначе для сборок если у вас есть комплект у меня вот такая так еще один важный момент я начинаю шов не от среза не вот от этого среза а вот от синей вот этой линии то есть фактически вот вот рядом с вот этой точкой чуть-чуть выше нее я опусть опущу сейчас иглу вот здесь вот точно я вам сейчас вот острие ножниц положила туда где сейчас будет прокол иглой в машине вначале спокойно опускаю иголку затем опускаю лапку и начинаю сшить делаю вначале как я сказала закрепку небольшую не надо большую я буду набирать скорость не быстро для того чтобы вы могли все увидеть посмотрите какая у нас получается густая сборка иногда подобная сборка бывает очень густой поэтому если я смотрю что она очень густая для меня для конкретной ситуации я могу уменьшить натяжение переставить на восьмерку если совсем мало фатина но это не в моей ситуации сейчас то тогда я уменьшаю и на восьмерку и могу уменьшить ширину стежка то есть на 4 миллиметра поставить или даже на 3 таким образом я уменьшу расход вот фатина по вот этому срезу то есть я смогу сформировать большее количество складочек но они будут менее глубокие это мне даст ширина стежка а вот вот эта величина даст чуть-чуть большее расстояние между этими сборочками малюсенькими миленькими но можно их сказать складочка надо не складочки это все-таки сборочки выставляю прежнюю величину меня сейчас все устраивает и продолжаю и так вот весь полностью вот всю всю вот эту линию притачивание с корсетом полностью до конца я прошиваю я приближаюсь к завершению уже как вы помните закрепку я не делаю все прошила и вытягиваю по длине и ниточку длинный длинный кусок оставляю вот такой вот сантиметров 30 вот оставила что у меня получилось у меня получилось вот такая заготовка моего верхнего слоя для чего вот эта нитка такая длинная например сборка во время присбаривания получилось достаточно густая и мне нужно будет когда я буду уже подкалывать с корсетом непосредственно чуть-чуть и и и вот так вот растянуть равномерно то есть где-то в каких-то на каких-то участках может понадобиться и так вот как минимум для этого если же наоборот очень слабая вот такая сборка то отсутствие закрепки длина нитки нам уже здесь не нужна но как бы него не важно именно то что она длинная вот этот вот кусок но здесь важно отсутствие закрепки она позволит нам наоборот стянуть то есть мы можем двигать когда нет закрепки и когда длин длинная нитка вот здесь оставлено она нам поможет сформировать все то что нам необходимо то сделать нашу работу по задуманному дизайну все пока миссия отложу в сторону и покажу вам на втором слое фатина как работать если нет специальной лапки ставлю свою первоначальную обычную лапку следите за тем чтобы длина нитки в шпульке была достаточная то есть чтобы ее было много нитки то есть вернее следите за тем чтобы объем ниток в шпульке был достаточным чтобы его не было мало если она заканчивается давайте я сейчас наверное так и сделаю вот зачем нужно следить вот здесь достаточно нитки у меня шпульки ее много вот за этим нужно следить вот что я пытаюсь сейчас вам объяснить так перезаправлю свою машину обычная лапка обычное натяжение нитки поставлю четверочку поставлю себе здесь сейчас ну и оставляю стежок пять миллиметров да еще такой нюанс хочу сказать по поводу того что вот этот срез плавает чем меньше ширина стежка то есть вот при пяти миллиметрах он плавает сильнее при четырех он плавает меньше то есть чем меньше ширина стежка тем меньше вот это вот плавание вот то есть возможно на первых этапах вам имеет смысл ну пока миссии вы накапливаете опыт только на 4 миллиметра избаривать ну или во всяком случае потренироваться делать даже на отдельных полосках материала вот именно процесс присборивания для новичка вот такой вот меркой 4 миллиметра или даже 3 с 3 начали потом перешли на 4 потом на 5 то есть таким образом вы увеличиваете нагрузку и постепенно вас все лучше и лучше и лучше одни и те же операции которые сегодня получаются ну вот так как получаются завтра будут лучше даже в процессе может быть одного дня станут значительно лучше чем в начале работы поэтому с увеличением опыта у вас возраста увеличивается возрастает качество так сейчас нам нужно проложить два параллельных шва один на расстоянии 14 миллиметров от вот этого среза то есть на величину припуска на шов минус миллиметр второй шов чуть выше него насколько выше на ширину лапки это будет удобно начинаем шов точно так же с одной стороны мы делаем мы делаем закрепку с другой стороны мы не делаем для новичка мы не делаем закрепку ни с одной ни со второй стороны на первых этапах в дальнейшем с одной стороны делаем со второй не делаем опускаем вначале иголочку точно так же как принципе и там только теперь у нас другая лапка у нас ничего не присваивается автоматически мы это будем потом вручную присваивать сейчас просто прошиваем два параллельных шва не делаю я закрепку так как будто бы я новичок и я только-только первый свой навык отрабатываю подхожу в завершение закрепку не ставлю вытягиваю нитку здесь слишком длинная она не нужна сантиметров 10 достаточно можно и меньше теперь делаю параллельный шов вот вот этот шов который уже только что я проложила вот он вот он он должен совпадать с вот этим срезом лапки таким образом прокладываю второй шов ширина лапки сейчас учитывается от вот этого среза от него до места прокола иглой ширина лапки сейчас учитывается от вот этого среза до места прокола иглой вот вот эта ширина вот она на ткани вот мы ее видим эту ширину на мои ладони сейчас смотрите готова ведь у нас получается вот две такие параллельные строчки продолжаю до самого конца я приближаюсь к завершению прокладывания этого шва и хочу сказать вам вот еще что этот шов он не соединительный этот шов он не отделочный декоративный какой-то он носит лишь вспомогательный характер что это для вас значит это значит следующее если например у вас не получается пока есть по каким-либо причинам прокладывать четко на ширину лапки вот этот вот второй шов который я сейчас делаю и он у вас немножечко плавает то становится чуть-чуть уже это расстояние то есть меньше ширины лапки то чуть чуть больше если так не пугайтесь этого шва никто не увидит он будет запрятанный самое главное чтобы вот этот первый шов был на на том месте где надо вот чтобы потом не было проблем но даже если этот шов немножечко там на миллиметр у вас куда-то в одну сторону зашел его нужно будет просто потом удалить вот эту вот вот эту первую нитку потом уже когда все слои будут соединены чтобы вам не пришлось его удалять вот он должен быть на расстоянии 14-13 миллиметров от вот этого среза первый а второй как я уже сказала ну допустимо если он немножечко плавает то есть он не испортит нам картину он все равно поможет нам сформировать необходимые сборки и так я заканчиваю как всегда одной рукой придерживаю сверху материал мне удобно это делать левой рукой правой придерживаем материала снизу то есть две руки все равно задействованы они помогают то что делает машина плюс еще руки помогают направляют материал вот я с одной и со второй стороны чуть-чуть его придерживаю как только я убираю руку вот только здесь сейчас оставляю у меня начинает плавать вот этот шов поэтому ладонью обхватываете вот так не здесь вот так с обоих сторон четыре пальца здесь один палец вот здесь и вот эта рука поддерживает тюль если вы посмотрите англоязычные сайты все виды фатина называются тюль у нас есть очень очень много разновидностей во всяком случае для покупателей это все тюль любой вид фатина и так я закончила теперь переходим к формированию сборок ручным способом смотрим на наши ниточки выбираем допустим верхнюю нитку например в каждом из швов достаю по верхней ниточке и держу эти нитки в натяжении буквально наматываю вот так на палец видите вот намотала другой ладонью начинаю подтягивать видите что формируется у нас теперь сборки сейчас намотаю на левую мне правой удобнее я быстрее это сделаю вот представьте себе когда нет лапки особенно если много слоев и все надо присбаривать и вот это вот вручную во первых два шва прокладываешь затраты времени я не знаю может для кого-то имеет значение даже затраты ниток такие тоже и есть и их больше но самое главное это физические затраты то есть затраты времени и силу ваших поэтому старайтесь приобрести лапку тот набор лапок который если вас просто на отдельных кусочках перепробуйте если вдруг нет никакой маркировки или подписи ну вот вам досталось каждую поставьте испытайте что она вам дает я всегда независимо от того что там написано но это мой подход к работе независимо от того что написали в инструкции я их по-своему там по-разному экспериментирую с ними что-то прошить с разной натяжкой с разной шириной стежка таким образом узнаю о некоторых возможностях о которых даже в инструкции не написано и не указано я очень много делаю всяких разных экспериментов и по крою и по тканям и и по стежкам и по швам так что что рекомендую делать и вам для вас будут открываться новые возможности неизвестные вашим коллегам так весь шов вот таким образом формируются сборки теперь берем наш корсет и соединяем верхний слой фатина с корсетом придвигаю поближе к себе корсет и верхний слой фатина уже подготовлены присборенный подкладку от корсета от верха отделяю вот так вот убираю в сторону чтобы чтобы мне ничего здесь сейчас не мешало беру свой верхний слой подготовленные совмещаю линию середины юбки я тоже ее наметила чтобы вы могли увидеть с линии середины в корсете уровень линии середины переда юбки с уровнем линии середины переда в корсете очень длинный термин получается быстрее сделать теперь уровень боковой линии с боковым швом в корсете совмещаю по линии середины спинки точно так же спинка со спинкой подколола теперь смотрю насколько со второй стороны тоже самое делаю получается по боку и по спинке теперь смотрю насколько совпадает вот эта сборка длина вот этой вот линии юбки вот по линии соединения наши так совпадает с длиной вот этой вот в корсете если она чуть-чуть свободная я беру одну нитку смотрю внимательно какая нитка у меня свободно из здесь и в реальной жизни и в камере думал будет видно не очень хорошо вы смотрите та нитка которая в натяжении вот ту и тяните вот зато и тяните и вот дальше видите что что происходит призбарь вы призбариваете уже вручную дополнительно стягиваете нитку та которая вот такими петельками вот она не стянута вы выбираете ту которая не с петельками вы увидите 2 ниточки одна как бы петли а вторая вот на ней эти петельки держатся вот та на которой петельки держатся вот зато и подтягиваете для того чтобы первый раз научиться и понять о чем я говорю в машинке на отдельном кусочке если вы никогда раньше такой операции не делали поставьте две разные нитки по цвету размер 1 1 цвет разный значит ну размер не так как всегда сороковой так ставите например там черный и белый и вы четко увидите темный со светлым допустим вы увидите еще более четко и дальше вам будет легче определяться хотя принципе так можно но я думаю для новичков все-таки лучше сделать предварительный шаг и то чтобы понять вот этот вот момент и так подтягиваю настолько насколько мне нужно сильно не перетягиваю то есть тут тоже нужно следить чтобы не переусердствовать но и аккуратно продвигайте эти сборочки для того чтобы не порвать нитку иначе придется всю нитку вынимать и переделывать приспаривать заново разравниваем так чтобы было распределение вот этих вот сборочек оно было равномерным здесь у меня уже по спинке все подколото вот вот от линии середины переда вот здесь я уже все подтянула и равномерно распределила то есть пальчиками двигайте туда-сюда эти сборочки туда-сюда чтобы у вас получилось вот крупным планом видно что я делаю вот смотрите я растянула вот этот участок здесь у меня сборок нет а надо чтобы были что я делаю здесь густо здесь пусто я беру чуть-чуть пальчиками вот так вот продвигаю распределяю равномерно вот тоже самое вы смотрите на весь участок чтобы она вот на глаз на ваш взгляд все было равномерно здесь много фатина мы при собрали со следующим слоем немножечко сложнее потому что там меньше сложнее определиться во всяком случае пока новичок многое может пугать как я подкалываю этот фатин вы помните что я прошивала на 14 я говорила 14-13 миллиметров мы делаем эту сборочку а шов соединения у меня припуск здесь предусмотрен по линии низа корсета полтора сантиметра тот же самый припуск у меня предусмотрены в юбке ну то есть он должен быть одинаковый для удобства в работе что я сейчас делаю я подколов вот это все я сейчас буду прошивать приметывать вручную если эта линия вдруг у вас не 13 не 14 миллиметров а допустим 12 или 10 то вам нужно чуть-чуть отодвинуть от линии низа чуть-чуть буквально на пару миллиметров таким образом верхний слой на пару миллиметров у вас в готовом виде у удлиниться но два миллиметра это не трагедии то есть никакой никакой проблемы у вас не возникнет даже если вам придется этот верхний слой чуть-чуть подвинуть и я же уравниваю срезы уравниваю срез фатина я имею ввиду со срезом в корсете так полностью подкалываю по всей по всей линии соединения по всей линии соединения прометываю мелких ромбов или покрупнее покрупнее во первых лучше не присбаривать а вот как вот такой вот это покрупнее лучше не присбаривать а сразу закладывать складки если вы будете работать с фатиновой юбкой потому что там не будет мягких сборок будет неаккуратно если вы работаете с с мягкими фатинами тоже ячейки в виде ромбов трехметровой ширины фатин значит там удобней при присбаривании фатин не такой мягкий как этот он тоже мягкий но не до такой степени и он не такой эластичный как вот вот этот еврофатин с ним работа продвигается быстрее поэтому его по-прежнему любят но сегодня все-таки больше популярности пользуется еврофатин подтягиваю ненужные мне мешающий мне участок придерживаю указательным пальцем и еще изнутри дополнительно пальцами придерживаю какими мне удобно на данном этапе так чтобы натянуть вот эту сборку немножко ее натянуть 5-7 может быть 8 миллиметров у вас какой-то стежок получится то есть не сильно крупные не сильно широкие и не сильно мелкие так я приметала по всей окружности по всей линии соединения фатин теперь второй слой фатина мы приметываем аналогично первому вот я уже приметала оба сейчас я вам все это покажу вот они оба уже здесь у меня вот один вот второй итак оба они здесь приметаны теперь нам нужно их оба по линии по линиям в которые будет втачиваться молния прометать я сейчас на бумаге покажу что я сделала и что нужно делать на данном этапе временно убираю платье в сторону так вот нас с вами слой фатина один и точно такой же второй вот этот срез мы стыкуем с этим срезом вот вот здесь они приметаны по кругу мы стыкуем и прометываем вот здесь и здесь либо если вы не хотите так вы можете одним сплошным швом не прерывистым я показываю вот прерывистый вот такой вот красная красными черточками вот наметка здесь коротенький шовчик и здесь или можно сделать вот так на ваше усмотрение как лучше так или так здесь получается вот при работе достаточно большое расстояние и может немножечко сползать при притачивании молнии по вот этой синей линии поэтому удобней на мой взгляд поближе к срезу но поскольку здесь у нас все сходит на нет нам нужно здесь чуть чуть раньше остановить свою наметку поэтому два очень коротеньких шовчика можно сделать ну мне удобнее всяком случае так сейчас покажу это же на фатине вот один короткий шов вот второй я его здесь не заканчивала я пошла вокруг и точку в которой молния должна заканчиваться я просто сшилась как бы стянула нитками чтобы она пока месть я работаю пока месть идут съемки чтобы она не растянулась дальше и не прорвалась ниже потому что длина вот этого участка должна быть так такая же и на всех остальных слоях то есть слой манки слой следующей тофты который будет вот эта длина должна быть везде одинаковая следующий слой с которым мы работаем который нужно тоже приметать прежде чем приметывать к к фатину после фатина вернее к корсету нам нужно подготовить линию середины спинки под втачивание молнии и вообще выполнить средний шов он у нас вот такой комбинированный как его сделать я сейчас вам все это покажу на отдельном материале но контрастными нитками в готовом виде он выглядит вот так то есть у нас участок под молнию вы видите он в разутюжку с открытым срезом а то что после молнии у нас с закрытым срезом с лицевой стороны это будет выглядеть вот так вот 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 эти срезы будут прятаться внутрь их вообще не будет видно в готовом виде а то что видно для покупателя и для нас это вот такой вот аккуратный шов его можно делать по вашему желанию более узким я же буду делать вот такой так как это делается буду показывать вот на таком лоскутке материала я буду показывать вот на этом образце материала вот моя линия середины спинки мне нужно отметить на ней участок по которому будет втачиваться молния четко какая длина вот этой синей линии от среза до точки в которой будет упираться конец нашей молнии я еще раз по фатину замеряю потому что в процессе работы он мог немножко растянуться если мы работаем быстро четко то есть мы уже делаем все мастерски мы можем этого не делать поскольку мы с этим справляемся быстро если у нас работа немножечко затягивается стоит себя перепроверить от среза до точки до вот этой точки по фатину мы делаем замер точно такое же расстояние один в один мы откладываем от среза вниз например у меня вот такое расстояние здесь у меня закончится молния молния отсюда сюда дальше у меня будет шов проходить я себе намечаю булавочкой здесь у меня должен закончиться шов молнии и начаться другой для начала я беру как вы видите у меня уже нанесена линия середины спинки по которой я должна прокладывать наш шов но перед тем как это все сделать я должна подготовить эти два среза во избежание растяжения что я делаю на расстоянии меньшим чем ширина припуска на шов у меня он полтора сантиметра например на расстоянии двенадцать миллиметров я прокладываю наметку от среза до вот этой булавочки то есть до места где упираться будет наша молния небольшими стежками 5-7 миллиметров приблизительно это для того чтобы у нас получился четкий результат мы комбинируем разные слои поэтому здесь мы предпринимаем вот такие дополнительные шаги по избежание ошибок все делаю закрепочку ручную несколько раз в одном месте просто повторяю этот стежок по правилам по правилам нужно 7 раз но в данной ситуации можно меньше 3-4 раза достаточно со вторым срезом вот с этим я поступаю аналогично прометываю точно так же вот я прометала второй шов но прежде чем поставить финальную закрепку я укладываю срез к срезу и проверяю чтобы были линии абсолютно одинаковые если вот это немножечко более длинная я чуть-чуть подтягиваю буквально еле-еле если я растянулась то буквально на миллиметр и после этого палец завожу между слоями и финишная закрепка все теперь беру булавки и скалываю оба слоя по линии середины спинки и на расстоянии моего припуска на шов в данной ситуации он полтора сантиметра я прокладываю наметку прометывая оба слоя чуть-чуть подведу себе мне здесь немножко стерлась уже это меловая линия чуть поярче сделаю так прокладываю наметочный шов прямо вот в эту булавочку вот прямо делаю укол над ней четко вот то есть место куда должна упираться моя молния низ молнии по юбке так до конца и в конце тоже закрепка вот я прометала этот шов вот удаляю булавки вот эту только оставила где у меня упираются молнии теперь я делаю прямо над булавкой подрез ножницами не доходя один миллиметр до линии середины спинки то есть мой припуск 15 миллиметров полтора сантиметра это 15 миллиметров я делаю подрез на один миллиметр меньше вот так теперь иду к утюгу разутюживаю припуск на шов поскольку я работаю с материалом с напылением здесь нанесен глиттер глиттер держится вот эти блестки глиттер держится за счет клея мне напрямую платформу утюга ставить нельзя иначе частички клея попадут на платформу утюга мне придется утюг чистить я беру марлю почему марлю почему не другой материал мне нужен прозрачный материал я должна видеть как я раздвигаю я не накладываю сразу на весь припуск на шов а продвигаюсь по несколько сантиметров 3-4 сантиметра раздвигаю чуть-чуть пальцами предварительно помогаю подвигаю и пропариваю шов чуть-чуть подтягиваю вот разутюженный разутюженный припуск к швате прежде чем проложить шов я делаю еще один шаг убираю булавки абсолютно все и выворачиваю припуски на другую сторону то есть я сейчас буду прокладывать шов соединив материал изнаночными сторонами внутрь уравниваю вот этот срез с этим срезом скалываю булавками ширина шва один сантиметр сейчас будет у меня ширина стежка 3 миллиметра иголка машинная меняется на иглу номер 70 натяжение самое минимальное что получился хороший сточной шов если я сделаю у меня четверка для этой машины если я сделаю меньше то будет очень такой объемная объемный каждый стежок будет то есть не будет плоского шва если я сделаю больше будет эффект стянутости мы если помнить делали для присбаривания двигались до девятки сейчас я выбираю четверку итак прокладываю шов вначале делаю закрепку не очень длинную 10-12 миллиметров стежок у меня 3 миллиметра я напоминаю ширина стежка в конце шва как вы видите тоже закрепка убираю лишние нитки убираю булавки и иду опять к утюгу в начале делаю шов в разутюжку то есть разутюживаю припуски на шов не забываю про утюжильный материал то есть вот он у нас в данной ситуации это марля и небольшими участками продвигаюсь на 3-4 сантиметра какой бы длины шов не был даже если юбка до пола даже если юбка со шлейфом продвигаемся не спеша просто вместо вот такой маленькой досточки используем гладильную доску когда речь идет о больших размерах продолжаю утюжить в этом участке очень внимательно заутюживаю на одну из сторон вот так вот так подтягиваю прокалываю острию булавки прямо вот в этот шов черный в него вывожу булавку вот там где у нас закончился шов и немножечко натягиваю придерживаю пальцами перехватываю внимательно и утюжу этот уголочек вот таким образом все утюжено на ребро теперь то есть нету канта ни в одну не в другую сторону во всяком случае стараюсь этого избежать в идеале конечно же должно быть все на ребро чтобы у нас получился впоследствии хороший шов теперь внимательно смотрю сколько какое расстояние у меня вот от этого уголочка я подтянула чуть-чуть до вот этой точки где будет упираться у меня молния вот я убираю вот это расстояние маленькая 45 миллиметров здесь осталось то есть вот вы должны четко посмотреть если 4 миллиметра значит прокладывайте шов на 4 миллиметра если 5 миллиметров то есть значит 5 миллиметров вот таким образом перед тем как это сделать нам нужно срезать лишний припуск теперь я оставляю припуск вместо сантиметра 2 миллиметра это делается на глаз то есть без каких-либо откладываний припусков просто на глаз срезается лишний участок теперь идем за машинку так опускаю иголку прямо под точкой вот она мне здесь вот этот уровень где находится . в которой будет упираться молнией и рядом с припуском на шов который у меня остался здесь внутри я прокладываю параллельный параллельный соединительный шов одним словом как я уже сказала 45 миллиметров от вот этого сгиба конце начали шва как всегда закрепка личные лишние нитки убираем ножницами срезаем их лавку убираю тоже теперь утюжим наш шов заутюживаем на одну из сторон без разницы на какую все наш шов готов на нашем образце он выглядит вот так я вам показала контрастными нитками для того чтобы было лучше видно ну а непосредственно то что будет пришиваться к материалу вот то же самое вот все то же самое одним словом сейчас и лишние что здесь ничего мешало просмотру вот он вот наши припуски здесь все еще прометана на нитками в цвет самого материала ну а здесь более контрастными малиновыми прометана ну и вот этот предварительный шов мы убираем тогда у нас получится вот такая раскрытая на этом участке деталь удаляем наметку которые соединены оба слоя все наметка удалена вот точно такой же результат только в уменьшенном размере и контрастными нитками вот то с чем мы будем работать дальше теперь работаю со слоем манки мне нужно его как вы понимаете пришить к корсету смыть мои следующие шаги сложен этот слой пополам швы уже по линии середины спинки все что мне нужно я подготовила мне нужно теперь потрудиться над линии соединения непосредственно беру метку середины сейчас я напомню вам у нас есть здесь у меня есть такая вот засечка галочка своего рода вот она я вам сейчас ее показываю напоминаю и уровень боковых линий меня тоже две засечки что я делаю прикладываю вот эту галочку к этим уравниваю вот эти линии чтобы не стараюсь так чтобы не было одна выше другой для того чтобы четко разделить пополам этот участок мелом мылом маркером ставлю себе меточку вот такую небольшую синюю точку с одной стороны припуск у меня полтора сантиметра эта точка у меня будет спрятана здесь тоже с другой стороны ставлю себе метку делю еще оставшийся участок пополам ты ставлю себе дополнительные меточки для четкого распределения складочек поставила проколола булавкой и с этой стороны тоже небольшие такие чтобы я могла их увидеть но чтобы они мне и не мешали теперь вот так складываю и здесь ставлю точку вот такие небольшие небольшие меточки у меня то же самое на втором участке и беру свой свое платье вот моя линия полностью подготовлена с одной со второй стороны есть все нужные метки убираю на буквально на несколько секунд в сторону беру свое платье вот мой корсет и вся подкладка смотрите что я делаю я убираю все наверх поднимаю фатин и беру шнурок или ленту которая не скользит выкладываю этот шнурок на стол затем кладу юбку приблизительно середину но чуть выше середины сейчас получится в конечном итоге затягиваю шнурок не очень туго сейчас еще раз так чтобы не сильно мять фатин что вообще его не помять и подтягиваю вот за припуск хватаю одной рукой за фати натягиваю все 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 сборки получается таким образом натягиваю и выравниваю для того чтобы они мне не мешали для дальнейшей работы они сейчас в таком виде будут постоянно лезть под этот шов и даже при наметке будут мне мешать я могу захватить случайно и сделать брак то есть вот такие вот прихват и сделать никому не нужны то есть испортить внешний вид своего изделия теперь для того чтобы убрать вот эту излишнюю пышность по припускам на шов чтобы она нам тоже не мешала нам нужен утюг горячую горячим утюгом его концом вот этим носиком как бы продвигаемся до при до линии притачивания то есть утюжим только припуск допустим если припуск полтора ну вот не дальше чем на полтора заходим то есть буквально чуть-чуть конечно же с паром таким образом мы получаем более плоский шов вот смотрите здесь я еще не утюжила какая здесь большая пушистость а вот здесь я утюжила вот сравните насколько более плоск плоская ширина вот вот и вот видите приблизительно в два раза может быть больше ну значительно уже а значит удобнее мне для дальнейшей работы так что имейте это ввиду для себя для своей работы тоже на линию соединения по корсету я наношу во всяком случае для обучающего видео я тоже нанесла такие метки я думаю на первых порах их вам будет полезно для себя делать тоже пока месте у вас глазомер выработается как надо вот линия середины вот здесь у меня боковой шов вы смотрите у себя вы делите на под линейку вот этот участок делите на 2 и потом вот эти еще на 2 2 участочка еще на 2 то есть как поделили юбку на четыре части половинку переда одну и вторую половинку точно также и спинку со спинками работаем с половинками спинки я имею ввиду то есть мы теперь соединяем линию середины в первую очередь боковые швы и потом линию линию середины переда боковые и линию середины спинки затем промежуточные метки мы стыкуем юбку с корсетом так будет быстрее и точнее подняла вверх так чтобы мне было удобно совмещаем линию середины переда в корсете с линии середины переда в юбке уровень боковой по юбке с боковым швом в корсете прокалываю лавочкой линию середины спинки в корсете с линии середины спинки в юбке с одной стороны вот с одной стороны и вот со второй стороны еще один боковой шов вот у меня галочка это боковой шов теперь внимательно смотрю у меня три меточки у меня такие же меточки вот здесь 1 2 3 центральную метку на юбке с центральной меткой вот здесь вот в корсете совмещаю и по юбочке прокалываю булавочкой со всеми остальными промежуточными метками поступаю точно также распределив равномерно все мои участки я теперь излишки они тут небольшие закладываю вот в такие маленькие складочки это же подкалываю их булавочкой но вот здесь я хочу обратить ваше внимание складки эти можно подкалывать не корсету а только к слоям фатина то есть только к припуску фатина все больше ни к чему потому что здесь уже достаточно большая толщина и неудобно с булавкой так а так и быстрее и легче и зафиксировано все что нужно после того как я все вот это подкалю я промет его промет его ручным швом и словом я промет его после того как все подколола для ясности вопроса еще хочу показать на вот этом небольшом образце бумажном как мы закладываем складочки от линии середины переда мы закладываем например вот в эту сторону складку и закалываем ее лавкой от этой же линии в в противоположную сторону мы закладываем в другую сторону складочку приблизительно на одинаковом расстоянии от линии середины передам дальше мы закладываем все в одну сторону с этой стороны в эту сторону с этой стороны в противоположную получается от этой смотрите как я это делаю здесь другую здесь мы так а тут вот так то есть у нас относительно линии середины переда в одну сторону смотрят все односторонние складочки от линии середины переда здесь в другую сторону закладываются тоже односторонние односторонние маленькие складочки все так мы работали с тофтой с подкладкой точно так же мы работаем сейчас с манкой и впоследствии будем работать с еще одним слоем тофты все я теперь за кадром заложу все вот эти складочки и проложу намёточный шов наметку я прокладываю чуть-чуть выше линии притачивания вот это вот сереневатая линия это у меня линия по которой я буду прокладывать шов вот чуть-чуть выше этого шва буквально на один миллиметр во всяком случае немножечко выше я завершаю процесс приметывания манки и хочу обратить ваше внимание еще на несколько нюансов во первых я всегда приметываю только бисерной иглой она не оставляет вообще после себя следа то есть самый узенький диаметр и как я сейчас этот шов прокладываю вот непосредственно манку примет его я сказала что чуть-чуть выше шва по которым будет прокладываться шов по вот этой сереневатой розоватой линии розоватой линии будет проходить сточной шов непосредственно машины ручной я прокладываю либо в одну либо в другую сторону от этого шва будущего который будет то есть от этой линии розоватой так мне лучше сделать чуть чуть выше я таким образом зафиксирую четко там где нужно все мои складочки сборочки все что у меня здесь есть на юбке то есть оно все сохранится если бы я сделала вот в эту сторону от швату от от линии вот этой розовой то есть уменьшила бы припуск на шов то потом при непосредственно прокладывание машинного шва не ширина вот этих складочек она может измениться ширина местоположение может просто приподняться опять-таки кусочек материала и чуть-чуть закуситься то есть мы можем допустить таким образом образование дополнительных эстетических дефектов нам нужно максимально застраховать себя того чтобы какие-либо дефекты у нас получились то есть чтобы это у нас не произошло для этого самый лучший вариант вот это увеличить ширину припуска на шов сейчас когда я прокладываю ручной шов то есть ширина маш шва машинного 15 миллиметров ширина шва ручного который я сейчас прокладываю хотя бы 16 16 17 это уже делается на глаз как я делаю прокол это тоже важно второй нюанс я делаю один прокол вот так смотрите не два раз два здесь большая толщина иголка тонкая она может как минимум согнуться как максимум сломаться поэтому вот так и вот так ширина стежка 8 миллиметров 9 миллиметров где-то может быть 5 миллиметров здесь будет широкий стежок потому что здесь кулиска для косточки аж сюда прокалываю и прошиваю дальше до конца тут у меня на пути встречается еще одна складочка вот здесь тоже еще один нюанс я ее прошиваю пришиваю к фатину маленьким стежочком и теперь прям рядышком прокалываю на ту ширину припуска какую я уже озвучила 16 17 миллиметров до конца дошиваю этот шов все закрепку сделаю за кадром итак у меня уже все приметано я хочу сделать еще акцент на предыдущих ручных швах какие были сделаны какие я сейчас удаляю вот обратите внимание на вот этот участок смотрите здесь у меня проходит вот этот шов вот эти стежки на расстоянии 16-17 миллиметров от среза и есть стежок который прямо на линию попал это от предыдущего ручного шва вот то что те швы которыми я приметывала фатин я их могу сейчас смело удалить для того чтобы они не попали мне потом в машинный шов я их просто удаляю отсюда все вы если хотите можете прометывать может быть не одним цветом а каким-то другим цветом во всяком случае на первых враг да и не только на первых возможно вам так будет удобней то есть всю эту наметку фатин убираю шнурок и теперь по срезам где у меня будет приметываться пришиваться вернее молния я эти срезы скалываю и сметываю для того чтобы было лучше видно что я делаю я сейчас уберу подкладку между манкой вот так я убираю ее так расправляю наше платье и теперь пожалуйста смотрите внимательно что я делаю вот наша манка вот вот сгиб который мы заутюживали вспоминаем теперь вот этому заутюженному сгибу мне нужно четко выложить вот эту синюю линию которую я размечала на фатине то есть поверх заутюженной линии манки четко поверх нее я выкладываю вот эту синюю линию и скалываю булавочками и так объяснила теперь делаю буквально пару сантиметров несколько сантиметров расправляю пальцем если надо если какая-то складочка сборочка мне мешает поправляю пальцами в сторону убираю ее чтобы она мне не мешала и четко поверх заутюженной линии манки выкладываю синюю линию на фатине с одной стороны и со второй стороны точно так же распускаю вот эту закрепочку которая просто стягивала стороны фатина чтобы они не разошлись это просто закрепку я сделала стянула я напоминаю она мне теперь уже не нужна свою роль она уже сыграла я ее просто вытаскиваю сейчас все вот я ее убрала убираю в сторону и со второй стороны как я уже сказала выкладываю синюю линию тут она чуть чуть хуже видна поэтому я начинала объяснять с той стороны там поярче наведена синяя линия в общем то одинаково и нужно снова прометать после этого переходим к работе с тавтой так вот уходит у меня она вернее синяя вот эта линия теперь беру иголку и сметываю что уходит спасибо потому что она 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 это она 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 Булавки, которые мне уже не нужны, я могу убирать. Продолжаю сметывать. Перехожу на эту сторону уже. На вторую сторону. Если вдруг получилось так, что у вас, хоть вы и вымеряли четко каждую из сторон для молний, у вас получился, например, фатин чуть-чуть короче, а манка, то есть нижний слой из всех, с которыми я сейчас работаю, чуть-чуть длиннее, то фатин можно чуть-чуть разрезать. Если наоборот, то это уже ошибка, ее надо исправлять. Нужно переделывать частично шов на манке. Поэтому лучше, если манка чуть-чуть, даже длиннее получилось, как я уже сказала, чуть-чуть, вот здесь фатин в этом уголочке разрезать на пару миллиметров, но опять-таки напоминаю, что чтоб фатин не растянулся больше нужного нам размера. Вот я делала вот эту закрепку. Обычная закрепка, не знаю, может быть стоит ее вам показать, может быть не всем будет понятно. Сейчас, наверное, покажу вам и ее. Обычно вот на одном месте несколько стежков и закрепочка. Сейчас завершаю эту наметку вначале. Удаляю все, убираю все булавки. Сейчас сделаю эту закрепочку. Вот этот уголочек фатина, в котором я удаляла сейчас закрепку. Оба слоя, когда они оба сметанные. Ой, неаккуратно у меня здесь вышло. Сейчас чуть-чуть. Убираю этот узелок. Просто стягиваю одну сторону к другой. Вот так. Раз, два, три. Ну и набрасываю петелечку. Все. Если, на ваш взгляд, недостаточно, можно еще раз сделать вот такую закрепку. Еще раз ее же показываю. На всякий случай еще раз. Иглу завожу под стежки. Протягиваю. У меня получается вот эта петля, на которой у меня сейчас палец. Вот два пальца я засунула вот эта петелечка. И в эту же петлю вот я перехватываю двумя пальцами. И затягиваю узел. Вот такая закрепка у нас была. Но сейчас она мне не нужна. Я не делала на этом акцент. Думаю, многим и так понятно. Потому что мы уже делали какое-то количество ручных швов. Но на всякий случай так мне показалось, что может быть для кого-то все-таки может оказаться важной и эта информация. Поэтому максимально подробно пытаюсь вам ее показать. Все. Этот этап я сделала. Теперь я беру тофту. Здесь подкладочный слой снова убираю наверх, чтобы он мне не мешал. Откидываю манку. Вот таким образом. Беру нижний слой нашей юбки. Опять стыкую засечку по линии середины переда. По боку проверяю. Пять дробь четыре. Это у нас боковая линия. По корсету стыкую с боковой засечкой на юбке. С одной, со второй стороны и по линии середины спинки. Еще по булавке. И распределяю излишек. Делаю буквально несколько складочек. Здесь тоже нахожу пять дробь четыре, чтобы ничего не перепутать. Перепроверяю себя, если нужно. Уже очень большой объем у нас юбка приобретает. И уже работает на данном этапе по-другому. Если есть необходимость, еще раз напоминаю, разделить предварительно перед накалыванием вот эти участки. От линии середины спинки до бокового шва пополам по булавке. Если зрительно пока не получается это делать, значит мы это делаем. И стыкуем вот эту точку с серединой вот этого участка. От линии середины спинки по корсету до боковой линии по корсету. Стыкуем и подкалываем. Вот у нас есть засечь. Ну такие точечки, штрихи. Мы уже все вымеряли давно и неоднократно. Все у нас уже нанесено заранее. Поэтому сейчас нам легче ориентироваться. Вот излишки закалываем как всегда вот здесь. Здесь булавочками так по всей окружности. Так же как мы работали с манкой раньше. И прометываю. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.